Мы сейчас находимся на улице Жангельдина и прямо здесь, посреди улицы, мусорный коллапс. Мы видим мелкие бытовые отходы до крупногабаритных отходов. Начиная от шкур, животных, бытовой техники, шин, машин. Практически все виды мусора здесь. А это Александра и Ирина Купреевы. Их дом расположен прямо напротив этой свалки. Они недовольны запахом, которым им приходится дышать. Он и вправду отвратительно неприятный. А уже прошло 10 дней, как на территории развелись черви. Возмущению стало нет предела, когда жители обнаружили их у себя во дворе. Вот они развелись, червяки эти, опарыши. Сейчас ползут в дом. Это уже все предел. Запах вообще невыносимый. Я не знаю. Здесь вон и шкуры, все что угодно выбрасывают. Я говорю, не знаю, у людей сознания нету что ли. Да. Прям просьба, закройте ее, уберите. А это вот как проездной, проходной дом здесь. Жильцы близлежащих домов жалуются на то, что октябинцы чуть ли не со всех районов города оставляют здесь свой мусорный хлам. И в действительности наша съемочная группа застала момент, как владельцы проезжающих мимо машин беззастенчиво кидают отходы в эту кучу. Хотя рядом находятся пустые контейнера. По словам жителей, раньше ответственные органы как-то убирали прилегающую территорию. А сейчас забирают мусор, который находится только в ящиках. Это мусор постоянно здесь. Каждый день я прихожу в этот магазин и вот. На возмущение жителей представители ЖКГ отвечают, что мусоровывозящие компании забирают отходы согласно графику два раза в неделю. Также напоминают, что крупногабаритный хлам октябинцы должны вывозить самостоятельно. Да, образование стихийных свалок это большая проблема города. И для предотвращения этого в скором времени будут установлены камеры видеонаблюдения. Таким образом, виновные будут привлекаться к ответственности. А вот если жители улицы Жангельдина выступают за то, чтобы вовсе убрать здесь мусорные контейнеры, то коммунальщики готовы рассмотреть этот вопрос. Давайте мы рассмотрим, если есть возможность, уберем вообще эту контейнерную площадку. Они же, они говорят, что у них во дворах имеется, оттуда тоже вывозят. Давайте уберем. Пускай они заявление напишут мне. Думаю, вопрос недели, одну неделю. К слову, в городе работают две мусоровывозящие компании. Вся территория Актубе поделена между ними. Гульдана Халин, Кызе, Аман Жоват Магомбетов, Телеканал Актубе.